Здравствуйте! Это программа «Город С» и я Елена Черневская. Культурные события всегда сопровождаются массовыми собраниями людей, поэтому ограничения на посещение театров и концертных залов в первую очередь, конечно, коснулись работы актеров и музыкантов. Выставочные залы также закрыты на период ограничений. Фестивали-конкурсы, к которым активно готовились исполнители, также откнены. Информацию о переносе спектаклей, экскурсии и других мероприятиях в условиях возврата билетов можно найти на сайтах. Однако культурным учреждениям удалось найти новые форматы общения со зрителем. Вот как сегодня будет работать и о планах работы Театра Самарской площади я поговорю с ее директором и актрисой Натальей Носовой. Наталья Юрьевна, здравствуйте! Здравствуйте! Ну что же, сезон начался, проработали месяц, и вот, к сожалению, опять вынуждены уйти на незапланированные каникулы, но жизнь в театре продолжается. Так? Конечно. Ну, успели мы поработать два месяца, поскольку мы открылись с конца августа. Мы, как всегда, открываемся раньше всех, да, закрываемся позже всех. Открыли мы сезон очень насыщенно. Мы анонсировали, что открытие будет насыщенным. Первый месяц, сентябрь, это и прием актера из Штутгарта мы открывали. И спектакль под Авлатову Влад Игроковский из театра «Отелье». Это наши побратимы, это наш театр-партнеры. Открыл нам сезон. Потом сразу же мы поехали на обменные гастроли в Москву. Мы обменились легендарным театром российской армии. Три спектакля мы показывали на малой сцене этого театра. И три спектакля показывали они у нас. То есть гастроли прошли успешно. Расскажите, пожалуйста, вот я нигде не нашла интервью об этих гастролях. Как прошло, как принимали, что показывали, ну и впечатления, конечно, от «Отелье». Ну, у нас была пресс-конференция. Дело в том, что гастроли были зеркальными. Гастроли были зеркальными, поэтому в этот момент нас здесь не было. И поскольку мы повезли три своих самых масштабных спектакля, это «Кавказский меловой круг», в котором участвует вся труппа, это «Ревизор», который также многочисленный спектакль, и спектакль «Русские литературы». Вот этот федеральный проект дал нам возможность вывести именно три наших масштабных, которых мы сами, своими силами не смогли бы вывести, поскольку это для нас очень дорогостоящее. И впервые мы поехали всей труппой. Да, это первые такие большие масштабные гастроли по размерам. То, что поехали именно все актеры, то, что поехали самые многочисленные спектакли. Конечно же, очень волновались, потому что это Москва. Здесь мы уже привыкли, конечно, к зрительской любви. Действительно так. Наш театр любит, и наши актеры, в общем-то, купаются в зрительской любви. И где-то это, наверное, расслабляет, потому что, ну, иногда нам как-то, наверное, уже авансом отдают эту любовь, потому что приходят зрители, которые постоянно к нам ходят, а у нас, наверное, проценты в 90-е, это точно постоянный зритель. И, конечно, хочется увидеть и услышать реакцию зрителей, не предвзятую ни в хорошем, ни в плохом смысле. Московская публика, тем более, избалована. Им есть что смотреть, им есть где смотреть. Поэтому мы волновались. Но гастроли, на мой взгляд, прошли, не только, на мой взгляд, очень-очень успешно. До последнего, во-первых, не знали тоже, какая будет заполняемость, поскольку в Москве очень такая многослойная система заполнения зала. То есть у них же очень много там партнеров. Вот у нас есть партнеры по распространению билетов, у них еще больше. Поэтому до последнего волновались. И, тем не менее, залы были заполнены достаточно. Ну, естественно, с учетом всех ограничений и так далее. Вот. И вот от спектакля к спектаклю интерес еще больше увеличивался. Вот это действительно так. Это показало и количество зрителей, это показало и реакции зрителей. И я думала, что в Москве нет такого, как у нас, вот сарафанной радио. Потому что это Москва, это очень большое должно быть сарафанной радио. И, тем не менее, ну, наверное, у каждого театра тоже есть именно своя зрительская аудитория. Вот. Вот я даже в соцсетях писала, наверное, читала, Лен, да, что самое главное для нас, мы слышали зал, как зал дышит, мы слышали вот это вот дыхание зала, аплодисменты нам аплодировали стоя. В Москве не будут аплодировать стоя просто так, из вежливости. Это действительно, это знают все, что в Москве просто так не станет зрителей. Вы писали еще о том, что слышали не только аплодисменты, но и смех, и даже слышали слезы. Это ведь тоже очень дорогого стоит, когда вот такая живая реакция зрителя на театр. Ну, мы, конечно, не провинциальный театр, вы вернее, Саварская площадь, да? Но, тем не менее, вы совершенно верно, справедливо заметили, что Москва – это, конечно, огромный мегаполис, и зритель избалован. Ну, во-первых, сейчас, конечно, соцсети – это наше все, в том плане, что мы читали, и мы читали отзывы в соцсетях, мы смотрели в сторис, то, что выкладывали, да, люди говорили, люди со слезами на глазах, это действительно так. У них тоже был начало сезона, поэтому... То есть я очень довольна, как прошли московские гастроли, и очень благодарна этому федеральному проекту и нашему департаменту культуры, который также поучаствовал в этих гастролях, потому что большие гастроли, они не вот совсем все оплачивают, они оплачивают нам дорогу, значит, вот там площадку и все расходы, вот, а часть расходов проживания наше и другие оплачивала наша страна, то есть департамент культуры, вот, поэтому, вот, несмотря на то, что уже два года с 2019 года вот эта пандемическая ситуация, которая, ну, в общем-то, во многом приостановила какие-то фестивали, какие-то фестивали сейчас не проводятся, либо проводятся в таком двойном формате, оффлайн, онлайн, вот, и то, что мы съездили в столицу, это здорово, и особенно вот для Кавказского круга это хорошо, почему? Потому что, как только мы его сделали, и практически сразу случилась пандемия, и шесть месяцев мы не играли, потом начали, мы не смогли его никуда вывезти, поэтому нам очень хотелось вот услышать реакцию, потому что уже в Самаре мы знаем, что сейчас это топовый спектакль не только в нашем театре, а в Самаре, вот, поэтому нам очень хотелось вот такой непредвзятый, услышать реакции зрительской, и она подтвердилась тут же в Самаре, потому что потом, в конце сентября, на фестивале «Волга театральная» Евгений Борисович получил номинацию «Лучшая режиссура» и главный исполнительница роли Анастасия Карпинская за лучшую женскую роль, не роль молодой актрисы, а лучшую женскую роль, это очень достойная награда. Это очень достойная, более чем достойная. Вы рассказали, как поделились своими впечатлениями, как прошли ваши спектакли в Москве, а у нас есть сюжет, как гастроли прошли в стенах вашего театра с Москвой. Вот я только слышу, но не вижу. Да, вот давайте как раз посмотрим сюжет на эту тему. Внимание на экран. Какой бы была судьба героя фильма «Любовь и голуби» спустя 30 лет от событий, рассказанных на экране? На этот вопрос попробовал ответить драматург Дмитрий Менчонок, по чьей пьесе поставлен моноспектакль «Баба голубиная». Единственную роль в постановке играет народная артистка РСФСР Алина Покровская. Для нее особенно приятно вновь с гастролями вернуться в Самару. С Самарой у меня связано очень много. Мой муж покойный, к сожалению, Герман Иванович Юшко, он из Самары. И мама, это моя свекровь, была здесь, она художник, член Союза художников. Поэтому Самара для меня, ну, немножко, я, конечно, не берусь, немножко, но, тем не менее, родной, родной город. «Баба голубина» – один из двух спектаклей, которые самарскому зрителю покажут артисты Театра Российской Армии. Они приехали в город на Волге в рамках федерального проекта «Большие гастроли». Для театра, который чаще выступает для военнослужащих, такие выезды – редкость, потому актерам очень интересно выступать на новых площадках. Также на сцене Самарской площади артисты два раза покажут метод Гронхальма. «Для нас театральные гастроли, в общем, чуть более редкое событие. И мы очень рады, что сейчас мы как будто бы открываем этот большой путь себе, хотя уже три года федеральная гастролиная программа существует. Очень радушный город и красивый, и для артистов это огромное впечатление. Поэтому мы, конечно, с удовольствием будем приезжать». Гостей города поприветствовала глава Самары Елена Лапушкина. Она пообщалась с артистами и пожелала удачных выступлений. «Очень хочу, чтобы самарская публика была благодарна, награждала вас аплодисментами. Очень хочется сказать, что и наш театр тоже будет с успехом выступать у вас. Удачи вам!» Проект «Большие гастроли», который реализуется с 2018 года, подразумевает творческий обмен. Коллективы выступают на площадках друг друга. Поэтому в рамках проекта «Труппа театра Самарская площадь» уехала в Москву. Там на сцене театра Российской армии актеры покажут «Кавказский меловой круг», «Русский и литература», а также «Ревизор». Наталья Юрьевна, предыдущий сезон был также довольно сложным, но, тем не менее, театр жил, театр работал. И вот я сейчас попрошу рассказать о заметных событиях, о фестивалях еще и, конечно, о тех проектах, далеко не коммерческих, благотворительных. Вы принимаете участие, пожалуйста. Это тоже миссия, это тоже почерк театра «Самарская площадь». Я считаю. Ну, сразу следом за московскими гастролями через неделю у нас на сцене нашего театра, мы выступали основной площадкой в этом проекте, прошел Всероссийский парафестиваль «Театр территории равных возможностей», соорганизатором которого мы и являемся, наш театр. Причем театр изначально и был задуман. Вот Инна Павловна Бариль, это председатель общества инвалидов нашего Самарского городского в год театра в 2019 году, когда президент объявил Всероссийским годом театра. Мы этот проект придумали, нас поддержало правительство Самарской области, тогда он прошел в статусе регионального. И, будучи у нас на открытии фестиваля, посмотрев несколько спектаклей, губернатор Самарской области, Дмитрий Игоревич Азаров, тогда предложил сделать этот фестиваль Всероссийским. И вот, несмотря на то, что 2019 год и начало 2020 были такими тяжелыми, Дмитрий Ильич не забыл и на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой этот вопрос проговорил. И в этом году мы действительно, наш фестиваль получил статус Всероссийского. Мы получили поддержку не только правительства Самарской области, но и Министерство культуры Российской Федерации. Мы выиграли грант в поддержку этого фестиваля и провели его 15 театров из 8 регионов России. Ну, для первого Всероссийского это очень масштабно. Да, и приехали не только города Повозжев, у нас были и Петербург, Петербург, Казань, Уфа. Ну, да, в основном те, кто поближе, но, тем не менее, это и Ижевск были, то есть, ну, 8 регионов. И фестиваль прошел, ну, прям, не просто достойно, вот он вырос не просто количественно. Если первый раз это было 10 в наших областных театрах, здесь 15 с 8 регионов, он вырос качественно. Причем так значительно. Ну, конечно, представляли наверняка лучшие работы, да? Да. И то, что к нам приехали из других городов, это очень важно, потому что вот они какую-то такую новую струю дали. Дело в том, что здесь вот нет каких-то общих тенденций, в инклюзии нет общих тенденций, потому что в каждом театре инклюзивном там свои ведь особенности. Актеры со своими особенностями. Газеты превалируют, а актеры с заболеванием дауна. Где-то колясочники. Они сами не строятся по этому принципу. Где-то со зрением, где-то со слухом, где-то с ментальными какими-то нарушениями. И поэтому у них у каждого свой театральный язык. Они вынуждены же искать свой язык. И порой у них рождаются такие интересные вещи, которые просто вот в копилочку, театр, театрального искусства можно спокойно брать, потому что... Зрителей много приходило на эти спектакли, да? Да, залы были полные, ну, опять-таки, с учетом рассадки. Интерес огромен к этому фестивалю. Люди помнят еще по первому фестивалю, поэтому уже ждали и уже спрашивали. Уже спрашивали, когда будет и как попасть на фестиваль. Вот, интерес действительно огромен. Мы в первый раз показали спектакли интересные. А в этом году, даже когда отсматривал экспертный совет, у нас поначалу сложилось такое ощущение, ну, там же постепенно приходили заявки, что иногородние театры будут нас переигрывать. Вот. Но нет, нет. Мы очень достойно показались. Я имею в виду именно Самару. Ну, и область тоже. И самаревый театр. У меня вот вопрос логичный. В продолжении нашего разговора, наши актеры, трупы театра смотрели эти спектакли? И что это вообще дает актерам? Ну, и, конечно, вот лично вам. Не только смотрели, не только смотрели. Наши актеры, некоторые наши актеры и на первом фестивале, при подготовке к первому фестивалю и при подготовке к второму фестивалю являлись педагогами. Мы помогали своим местным инклюзивным театрам. Кому-то в плане режиссуры, кому-то в плане актерского мастерства. А Евгений Борисович несколько театров в этом отношении. Курировал, да? Курировал, да. И не только Самарских, он вот Новокубежский второй раз курирует. И театры инклюзивные на наших глазах просто растут. Потому что когда туда вот соприкасаешься с этим, когда туда вот въезжаешь с головой, это действительно не пустые слова, это действительно другая планета. Это создается погружение, конечно. Это другая планета. Они по-другому мыслят. И насколько они... Вот, наверное, мне это дает такое... Такая чистота. Вот с каким трепетом... Вот с каким трепетом они относятся к профессии. Ну, для кого-то это просто там... Начинаешь же все просто реабилитации, да? Но вот в данной ситуации это уже театры, которые могут... У которых есть такие хорошие амбиции стать профессиональным театром. И такие случаи по стране есть, когда инклюзивные театры становятся профессиональными, получают статус профессиональных театров. И когда в профессиональных фестивалях мы уже видим номинации «Инклюзия». «Инклюзия». Я считаю, что вот это должно присутствовать в профессиональных театральных фестивалях. В фестивале «Инклюзия». Ну, подали хорошую заявку. Если никто не подал, он не подал. То есть я думаю, что нужно не на словах, а на деле. Мы в первую очередь не на словах, а на деле хотим показать, что границы надо стирать. И дать возможность им стремиться действительно профессионально посвятить свою жизнь театральному искусству. Оказывать поддержку, да, конечно, профессионально. И оказывать поддержку обязательно, то это инклюзия. Ну, конечно, мы должны, так же, как мы в жизни, человеку с ограниченными физическими возможностями должны подать руку либо открыть дверь в машине и спросить там, если видишь знак, обязательно спросить там что-то. Почему бы здесь не подать руку помощи творческую, да? Конечно, конечно. Ну, любые ограничения. Я все время привожу в пример. Я маленького роста, метр пятьдесят восемь. Ну, если я в самолете не достаю и лечу одна без супруга, да, ну, мне же обязательно кто-нибудь поможет достать из мужчин высоких, да? Там стюарт ли это будет, сосед ли это по самолету будет. Так и тут тоже. Любые ограничения физические, вот у них свои они. Вот. Но с каким трепетом, с какой честностью они относятся, какие темы они серьезные, интересные поднимают, затрагивают, то я говорю, что уже порой, наверное, профессиональные театры может быть, уже и не берутся за такие темы. То есть я, вот те спектакли, которые я посмотрела вживую, не просто вот, отличаются даже от видео, которые прислали заявку, потому что они готовились, они сделали такой рывок. Это говорит уже о профессиональных таких качествах серьезных, когда наоборот, ты не потерялся. Вот ведь многие же из них репетируют, ну, не на сцене, а где-то у них там есть какая-то комната, какой-то уголок, там даже не всегда есть сцена в ДК или где-то еще. И попав на профессиональную сцену, конечно же, мы даем им время для прогона, конечно же, мы помогаем им с ответом адаптироваться. Да, но приезжие нет, вот Екатеринбург приехали сходу прям на сцену. В этом году, надо сказать, что мы были основной сценой, но еще и подключился театр кукол Самарский областной, который не так давно открылся, у которого прекрасные возможности для приема вот особых театров, потому что, конечно, у них все и подъезды, и подъемы, и лифты для них есть. Вот, и заключительный день фестиваля был там, два последних спектакля, и награждение наших лауреатов проходили там, потому что уже даже 15 театров просто уже в нашем театре камерном и не поместились бы. Давайте продолжим. Мы так сегодня с вами увлеклись о работе, но о работе, к сожалению, вашей отчасти, да, хочется поговорить про театр, какие новости, как дела у труппы, у артистов. Наталья Юрьевна, премьера потрясающая, на мой взгляд, «Чужая жена» и «Муж под кроватью». Расскажите, пожалуйста. «Чужая жена» и «Муж под кроватью» мы сделали на средство гранта, всероссийского федерального гранта к юбилею Пётра Михайловича Достоевского. Вот пригласили для этого. Ну, Достоевского должен стать режиссёром из Петербурга. Да, режиссёром из Петербурга. Режиссёром из Петербурга. Режиссёром художник, да, были из Петербурга. Поставили постановку, в которой наши артисты не только играют и танцуют и поют. Мы и в прежних постановках у нас пели вот в том же Кавказском круге, но здесь ещё и оперной арии мы исполняем, исполняем наши актёры. Вот. Совсем недавно у нас в гостях были супруги из Мариинки. Он тенор, она балерина. Вот. И когда попросились, я говорю, да, пожалуйста, только мы там поём оперной арии. Вот. Они потом нас так благодарили. Ну, это же, естественно, всё с юмором. То есть, да, действительно, спектакль получился очень удачным, очень как-то сразу полюбился зрителям. Давайте посмотрим сюжет с премьеры, с открытия. Пожалуйста. В театре Самарская площадь премьера. На суд зрителей представлен спектакль «Чужая жена и муж под кроватью» по одноимённому рассказу Достоевского. Постановка раскрывает малоизвестную юмористическую грань творчества Достоевского, которого большинство воспринимает как трагического автора. Показ приурочен в двухсотлетию со дня рождения великого русского писателя. Премьера это знаменательно для нас прежде всего тем, что этот проект осуществляется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации на грант правительства Российской Федерации на поддержку театрального искусства 2021 года. Согласно условиям гранта между Самарой и Санкт-Петербургом произойдет культурный обмен. Для работы над спектаклем приглашены режиссер и художник-постановщик из Северной столицы. Это еще и символично, ведь именно в Санкт-Петербурге происходит действие многих романов Достоевского. Там он прожил последние годы и умер. Достоевский крупная личность. Чем крупнее личность, тем сложнее, ведь и ватье эта личность изъясняется. А стало быть, и юмор у него не плоский, не такой какой-то посредственный. Это одно из ранних произведений Достоевского. Сначала было написано два рассказа, уже потом, он через несколько лет объединил их в один. В Самарской постановке по-новому заиграли характеры главных героев мужа-ревнивца Ивана Андреевича и его ветреной жены-глафиры. Ведь, несмотря на всю комичность постановки, играть нужно было по-достоевски вдумчиво. Прямо скажем, роль-то на сопротивление. И работать в таком, неправильно сказать, жанре, а правильно сказать, новый способ существования в этом спектакле, мы как-то совершенно по-иному работаем, нежели чем мы привыкли, в другом темпе, в другой манере. Да, форма существования для нас немного новая, быть может, все у нас в таком монохроме, и вот именно моя роль складывалась в каких-то полутонах. Из полутонов мы строили какую-то перспективу образа, роли, для того, чтобы добиться какого-то емкого, целостного персонажа. Зрители, пришедших на спектакль, ждут не только актерская игра, но и вокальные партии. В этот спектакль включены два произведения вокальных, серьезных. Это «Песня герцога» из оперы «Регалетта» и «Хабанера» из оперы «Кармен». По задумке режиссера они должны усилить иронию Достоевского по поводу популярных в то время выдавилей. Даталья Юрьевна, ну, возвращаясь все-таки к ситуации нынешней с ограничениями, как сейчас быть с раннекупленными билетами, ну и, конечно, хочется прогнозировать только хорошие, верно? Ну, с раннекупленными билетами мы во всех соцсетях, на наших страничках, мы всем объявили, что так же, как и вот в тот большой локдаун, который в 2019 году был, мы возвращаем деньги за билеты, но предлагаем, в первую очередь, не терапевти, подумать и обменять билеты до конца года, мы даем такую возможность обменять билеты на тот же спектакль, но на другое число выбрать, мы не ограничиваем вот каким-то переносом на конкретное число, потому что это может не устроить зритель, мы даем возможность, тем больше такая возможность есть, пока с 50-процентной рассадкой, и можно все это спокойно варьировать и корректировать, либо на любой другой спектакль, ну а если нет, то нет, и если возвращать деньги за билеты, то в том месте, где он был приобретен, если онлайн, значит онлайн, вот, и все это только после 7 ноября, когда откроется театр, а значит откроется касса, и так далее. Хорошо, а над чем сейчас, ведь все равно процесс-то не остановлен, над чем сейчас работает режиссер, что вообще в этом сезоне планируется, ну проще говоря, чем будете продолжать удивлять Наталью? Нет, процесс, конечно, как бы не остановлен был, потому что только вчера мы еще играли спектакль, и в общем-то вот эта пауза, эти карантинные дни, она была для нас очень неожиданной, еще внезапной, поскольку мы все 100% привиты, и с 11 числа к нам зрители идут тоже только привиты, только по QR-код, вот мы проверяем, поэтому это была для нас неожиданная пауза, поэтому, конечно же, вот работа до вчерашнего дня продолжалась, и репетиции над премьерой, сейчас я уже это могу сказать, два веронца по Шекспиру репетирует Евгений Борисович, вот, тоже практически большая часть трупа участвует в спектакле, работаем над этим спектаклем, планировали в первой половине декабря, но сейчас нам надо понимать, если после 7 ноября все будет благополучно, но какие-то ограничения по рассадке или по посещению будут, либо, ну, как бы об этом сложно говорить, давайте будем честными. Нет, ну, пока до вчерашнего дня мы работали с 50% рассадкой, пропускали по QR-кодам, естественно, маски, естественно, все эти дезинфицирующие лампы, то есть все это было и все это будет продолжаться, я думаю, что уже объявили и сегодня вот я слушала 224, что губернатор сказал, что после 8 ноября, что точно сохранится эта рассадка и точно сохранится пропуск по QR-кодам, это точно будет, да. Ну что же, в конце программы я традиционно предоставляю слово моим гостям. Дальюрина, что бы хотелось пожелать себе, своему коллективу, ну, и, конечно, зрителям, вашим благодарным зрителям, а вы знаете, я, когда бываю у вас в театре, не только у вас, а вообще смотрю на зрителей, так вот я хочу сказать, что ваши постоянные зрители, это и молодые люди, и люди среднего возраста, и возраста пожилого, это говорит о том, что ваш театр интересен всем, мне кажется, это здорово, пожалуйста. Это действительно так, у нас зрители, вот широкий диапазон зрительской аудитории, это действительно так, и вот молодежь, совсем-совсем молодежь, и средний возраст, и старшие поколения, чему мы очень рады. Я хочу пожелать всем нам, чтобы как можно скорее вернулись те времена, когда наша зрительская аудитория не будет ограничена, вот туда, чтобы уже наконец, ну, не после восьмого, ну, может быть, после Нового года, чтобы стабилизировалась ситуация, чтобы к нам смогли прийти наши старшие поколения, которые мы очень любим, и они нас любят, ну, чтобы вот как можно раньше действительно мы все воссоединились, чтобы все были здоровы, чтобы театр продолжал радовать зрителей, и хотелось бы еще пожелать, чтобы, наверное, и о нас тоже подумали, и не забывали, да, потому что ситуация такая, что театр второй сезон работает с 50-процентной заполняемостью, пережив шестимесячный локдаун, сейчас такая пауза, чтобы, ну, мы очень надеемся, что нам все-таки будет оказываться тоже какая-то помощь, потому что наша отрасль очень подвержена. Очень, да, очень. Ну, и чтобы классический театр начинался с вешалок, а не с маской перчаток и антисанитайзеров. Спасибо большое всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Эс» Наталья Носова. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»